друзья всем привет всем доброе утро вы на канале сельчанки смотрите где мы находимся мы с оксаной сегодня у нас понедельник я не работаю выходной сегодня мы приехали к родителям и готовим кушать я уже сварила овсянки мама покушала и сейчас делаю кашку рисовая и пшени рис и пшено очень вкусная тоже получается такую запекать в духовке будут то это ж но многие пишут рис нельзя друзья у нас же здесь еще отец не только мама мы для него тоже приезжаем то готовим и сделаю им супчик мульти варки вот кастрюлька я сюда уже добавила мясо ребрышки до огонь пока убавлю и хочу показать я мы приехали сейчас я буду готовить и я какая допустим я помню друзья вот и я здравствуйте я помню многие говорили что насчет маме мамы помните те те уколы которые я ей давала в живот один раз в неделю до многие писали что эти уколы как бы снижают аппетит и человек начинает худеть и да мы поехали в госпиталь на appointment и я говорю доктору так и так чтобы ну может быть давайте будем уже инсулин дайте или как и за эти уколы я не сказала она проверила и говорит да от этих уколов человек худеет и она резко их сразу тот день отменила и это вот уже неделю сегодня нужно было давать укол но уже мы его не будем давать для мамы и она приписала другие таблетки от сахара одну таблеточку в день нет это не они и короче приписал одну таблетку в день помимо вот этих таких больших мэт форму знаете такие вот от сахара то она приписала ей еще вот такие одну таблетку в день то будет как бы проверка две недели эти таблетки она будет пить и две недели нужно брать с пальца кровь на сахар и проверяем как бы какой сахар будет при этих таблетках если эти таблетки помогут то то инсулин как бы ну не будут давать а если при этих таблетках за две недели сахар будет большой то что-то будут думать дальше то это я езжу приезжаю каждый день каждое утро чтобы взять в сахар как бы друзья я никак я не могу дать укол до человеку я не медсестра я но мне но я боюсь крови как и все обычные люди да но здесь ничего сложного нет вот я сама разобралась когда-то у меня пять лет назад жила мама с нами то я ей было такое что нужно было брать это когда брала это уже совсем забыла но ничего здесь сложного нет все они здесь есть вот это я беру вставляю это иголочка вставляю сюда откручиваю вот на эту кнопочку нажимаешь и к пальчику вот так нажимаешь на кнопочку и она пробивает иглы друзья я не вижу как бы все все нормально и есть такие я думаю все знают кто этим занимает кто этим конечно к сожалению болеет узнают вот такие ленточки стрелочки или как вставляем сюда этот аппаратик сразу включается кноп взяли кровь протерли конечно вот салфеточки спиртовые здесь пальчик и кнопочкой нажали здесь натурин ленточку вставляем сразу она начинает показывать цифры и все и когда кровь капелька крови я подставляю и она начинает считать то вот четыре дня это уже мы записываем два дня писала я два дня оксана смотрите какой у нее красивые друзья почерк как у мамы когда-то я помню то был 145 175 вчера 164 сегодня 135 это по американскому по нашему по нашему я я не знаю как его перевести сказать там какие там цифры как она считается то ну посмотрим через две недели у нас уже назначен к доктору визит appointment то посмотрим как она поможет все знаете какой будет сахар да уже кашка моя кипит друзья к сама пришла сказала иду иду готовить кашку ох как пахнет пшено сразу до закипела на маленьком огне и теперь пускай варится чтобы была такая густая все друзья поставила я кашку в духовку и и хорошенько вымешала добавила два яйца масло сливочного и растительного масла и конечно посолить когда готов когда начинать ее только варить так сейчас буду переходить к супчику все сюда добавлю и поставлю мультиварку все супчик кипит кашка запекается в духовке свечечка здесь вот все как красивенько у нас я даже свечку у них нашла и очень хорошая это это как бы рисоварка такая у меня и такая что если ты поставил готовить 100 и и не откроешь пока она не приготовится это просто супер вот такая наступчик там кипит во все кашка очень пахнет на целую квартиру жаль в духовке здесь нету лампочки такие духовки что мне кажется нет вот смотрите как она уже запекается вкусняшка будет но все нормально оксана наша уже плентуса вытирает там хозяйничает да уже маму помыла молодец лампа вот красивая какая у них есть так что мы будем друзья многие я помню когда-то писали что насчет мамы что по уходу нет еще мы не оформлялись даже когда сестер не было я маму доглядала или как сказать по-русски не знаю ухаживала без ухода так я просто ездила я не подавала на уход возила на опойте ты помог короче помогала как могла и потому что это моя мама знаете сейчас уже не стала как бы после того к вида тяжелей то мы ее уже подали документы и будем оформлять по уходу чтобы дали и будем оформлять оксана у нее нету работы на только что приехала два месяца к сам бы уже два месяца до и у меня работа есть они перейдут сюда переедут но ближе будет в городе будет жить и будет и маму ухаживать за мамой и будет считаться на работе знаете какой-то рубль будет платиться так что не было у нас раньше все друзья супчик у нас почти что готов уже будем ехать потому что уже муж мой там он замерз его нужно забрать он поехал где нас по запчасти для оксаны на и машины и уже звонит чтобы мы ехали то мы уже будем ехать у нас уже все готово духовку я отключу свечку я тоже затушу окно тоже так окно закрывается потому что папа уехать уехал на рыбалку он нас фанат рыбы свет выключим все у нас готово супчик сварится и будет мама чистая помытая все сварено все всем друзья спасибо всем пока пока все уже мне друзья едем мчимся быстренько хочу показать подарочек свой мне мама подарила подарочек это ей подарили она и мне пользуется катруси такой есть в оксаны есть даже два до оксана наверно вас и зеркальце расчески и резинки так все едем у нас дождик видите